Политик и бизнесмен Булат Абилов снова ньюсмейкер. Сегодня он объявил, что пора взять тайм-аут. Правда, не уточнил, сколько он продлится. Это интервью он дал в своем рабочем кабинете, который покидает. Никогда никто не говорил, Булат, иди в оппозицию, иди сюда, еще что-то. Абсолютно нет. Я сам осознанно, когда был депутатом, поверил президенту, поверил в его программе, участвовал в парламентских выборах, прошел, был депутатом. Но если поднять, что я делал как депутат, они, наоборот, там просто в ужас приходили. Это только часть его пестрой биографии. Горный инженер Булат Абилов в 90-х подался в бизнес и сразу стал человеком-брендом – Бутя. Советник президента, член партии УОТАН, депутат – один из ярких деятелей демвыбора Казахстана, меценат-телеведущий. Это все о нем, о Буте. Нынешний – очередной поворот его жизни, комментируют друзья и соратники. Это, я думаю, поступок вполне рационально мыслищего, реалистично мыслищего человека, который решил посмотреть с учетом реально складывающей ситуации и того, что он может сделать в данный момент. До июля партия АЗАП, которую возглавлял Булат Абилов, уже не существует. Это, конечно, было ожидаемо, но, тем не менее, грустно. Конечно, его временный уход из политики, он отразится на деятельности оппозиции. Но, тем не менее, я знаю, насколько оптимистичен сам Булат и знаю, что у него еще очень много впереди, как политик, как общественный деятель, он еще не сказал свое последнее слово. Журналист Бегжан Идрисов когда-то помогал создавать Булата Абилову одно из самых интересных ток-шоу на телевидении Казахстана. Заметно грассирующее собственное мнение ведущего Булата Абилова каждую неделю звучало на ледовой арене гипермаркета. А вот Булат всю свою энергетику вкладывал во что-то, что превращалось потом в вещи, которые люди запоминали. А в этом смысле он пионер, он всегда лидер. Вот он решил, давайте сделаем ток-шоу, почему нет. И мы там многие вещи придумывали не то, чтобы с нуля, а приходилось там уже изобретать. Теперь Бутя собирается засесть за мемуары, написать и вспомнить действительно есть что. Он уходит из политики, но подчеркивает, отнюдь не прощается.